Также глава региона Сергей Миняйло провел совещание с представителями банковской системы республики. На встрече обсудили вопрос состояния и перспектив развития банковской сферы в Северной Осетии. Сергей Миняйло сообщил присутствующим о приоритетных темах, на которые он намерен делать акцент. Это вопросы ипотечного кредитования, в том числе и льготного. Особое внимание мерам поддержки мелкого, малого и среднего бизнеса. Работа будет касаться всех этих направлений. В свою очередь участники совещания высказали свое видение дальнейшей работы банковской системы в республике. На сегодняшний день в регионе зарегистрирована и работает одна самостоятельная кредитная организация – Классик Экономбанк. Кроме того, действует один филиал, головной банк которого находится за пределами республики. Один филиал самостоятельной кредитной организации и 55 внутренних структурных подразделений банков. В текущем году планируют открытие ряда клиентских центров обслуживания одной из кредитных организаций. Они появятся не только в Владикавказе, но и в районах республики. По словам управляющего отделением Банка России Ирины Дзиовой, банковские секты региона демонстрируют положительную динамику. Она подчеркнула, что одной из основных функций банковской системы является обеспечение наличных денежного оборота. И несмотря на сложности в период пандемии отделению Банка России по Северной Осетии, в полной мере удалось обеспечить бесперебойное снабжение клиентов наличными денежными средствами.